Здравствуйте! В эфире итоговая программа недели в студии Селуха Физова. Смотрите прямо сейчас. Позор нашему богатому государству! Праздник октября. Нижнекамцы собрали на митинг, дабы решить экологические проблемы в городе. В результате нижнекамцы более часа слушали пламенные речи членов коммунистической партии о наступающем капитализме. На незастроенных участках он будет подземный. Проект «Танека» по планировке территории для размещения объекта комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов с увеличением объемов переработки углеводородного сырья после проведения публичных слушаний отправлен на доработку. Сегодняшний всплеск любви к Лимаеву – это особый феномен. «Человек-эпоха» в городском музее состоялся вечер, посвященный Николаю Васильевичу Лимаеву. Ребята молодцы. Отдались полностью игре. Сломать систему и установить очередной клубный рекорд. Нофтехимик завершил домашнюю серию победой. Призывами к голосованию против строительства современных производств были заполнены соцсети Нижнекамска последние несколько дней. Главными зачинщиками выступили представители местной коммунистической партии, которые сегодня гордо называют себя экоактивистами. Местом встречи стала площадь у монумента Победы 6 ноября. Корреспонденты N-Media не смогли пропустить такое событие и, несмотря на выходной день, отправились на съемки. Несмотря на многочисленные призывы в соцсетях, пришедших горожан было немного практически все пенсионного возраста. Молодежь можно было пересчитать по пальцам. Так мы и сделали 8 человек. Еще раз вас поздравляю с праздником Великого Октября. Желаю вам здоровья. Здоровья вам, вашим семьям, друзьям, товарищам, соседям. Будьте здоровы. Спасибо. Оказалось, что главной темой митинга стал прошедший праздник 7 ноября, день Октябрьской революции. Возможно, организаторы, руководствуясь исключительно благими намерениями, решили, используя тему экологии, привлечь внимание горожан к своей партии. Позор нашему богатому государству. Некоторые пришли на митинг просто отметиться. Как, с какой целью, показать свое, как сказать, активность, что ли, поддерживая вот это, как сказать, состояние российского общества, реализуется клубком острейших противоречий. Они абсолютно сопоставимы с противоречиями начала 20 века, которая разрешила Великой Октябрьской социалистической революции. Показать свое самое политическое, ну, жизненно активность. Ну, а кто-то и вовсе не был расположен к общению. Активисты КПРФ, не стесняясь в выражениях, обвиняли власть во всех бедах. Было повышение стремительных цен на бензин. И была принята мусорная реформа. Все эти события привели к повальному повышению цен на продукты, лекарства, услуги, ЖКХ. После часа непрерывного осуждения современного режима представители красных свернули флаги и отправились по домам. Кирилл Темников, Марина Чернышкова, Влас Семагин, НМЕДИЯ. Накануне в МФЦ состоялись публичные слушания по представленному ТОНЭКО-проекту комплексы нефтехимических и нефтеперерабатывающих заводов с увеличением объемов переработки углеводородного сырья. Главное – понизительная подстанция. Процесс изначально не заладился. Что именно пошло не так, расскажет наш корреспондент. 19 человек вместе с организаторами пришли накануне на публичные слушания ТОНЭКО по проекту комплекс нефтехимических и нефтеперерабатывающих заводов с увеличением объемов переработки углеводородного сырья – главная понизительная подстанция. Аншлаг на этом мероприятии не наблюдается, не было и процедуры регистрации. Зашли, сели и началось. На незастроенных участках он будет подземный. То есть есть там часть ГНБ, да, то есть наклонное бурение проводится там, где, допустим, много пересечений. Там, где производственная территория, там есть уже существующие эстакады. По этой же эстакаде, но выше, ниже уровня, не знаю, я там проектное решение буду. Слушатели не сразу поняли, о чем идет речь. Докладчики, а именно представители проектной организации из Альметьевска, говорили не о комплексе заводов, а о строительстве кабельной линии 110 кВт и 220 кВт от главной понизительной подстанции. Кабель хотят проложить по существующей эстакаде, а также через лесную зону, но при этом вырубать насаждение не планируют. Любое сооружение, любая коммуникация готовится с учетом наибольшей, так скажем, экономической целесообразности. Лишней земли и лишнего кабеля никто ложить не будет. Нижнекамцы выразили недовольство из-за того, что названия заявленных слушаний не соответствуют теме обсуждений. В самом начале слушаний в зале присутствовали представители нижнекамских коммунистов, но спустя пять минут их места оказались пустыми. Без представителей администрации города не обошлось. Вот в части как раз названия сам заказчик выходит в проектной организации и обозначивает, как будет называться проект. В нашем случае, как специалистов более технического характера, мы когда изучаем, смотрим, в какой части проходит проект. Тут было касаемо, как сказать, графическая подоснова была выложена самого объекта, линейного объекта электроснабжения. Как озвучили на слушаниях представители Танека, изначально само постановление за подписью мэра Нижнекамска вышло не в полном объеме. Позже его пришлось дополнить конкретикой и прописать обсуждаемый объект, прокладываемый кабель. В завершении публичных слушаний было принято решение отправить проект на доработку и встретиться с нижнекамцами позже. Иван Ребцов, Кирилл Темников, Евгений Галиакберова, Марина Чернышкова, Лейсан Саитова, НМедия. В этот же день в 17.00 в 28-й школе состоялись еще одни слушания Танека, уже общественные. В центре внимания строительство установки гидроочистки тяжелого газойля, хоксования и комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов. Все подробности у Анны Ивашенко. 8 ноября более 200 человек собрались, чтобы узнать подробности нового проекта компании Танека. Слушания проводились на базе 28-й школы. Всего 174 участника прошли регистрацию и имели право принять решение, одобрять установку гидроочистки тяжелого газойля, хоксования или нет. Не всем было понятно, о чем идет речь, но представители компании доступно объяснили. Основанное на том, что удаляется сера, то есть если брать входящий параметр, то это 2,8% объема, соответственно, при выходе из гидроочистки содержание серы меньше 300 ппм. Соответственно, если в показателях брать, то это почти 24 тысячи тонн серы по году. Удаляется сырья, которое дальше используется, соответственно, в производстве футболи и бензина. Установка будет располагаться в промышленной зоне Танека. Расширение территории не планируют. Оказалось, строительство уже идет, и к концу 2020 года объект будет готов к сдаче. Слушания были проведены, потому что так положено по закону, и без них невозможно получить одобрение экологической экспертизы. Можно ли назвать их формальными? Сейчас добавилась с 2019 года экологическая экспертиза до главгус-экспертизы. Соответственно, непременным атрибутом, который требует, вернее, является общественное слушание, которое необходимо, результат, которое обязательно надо предъявить, предложить к материалам экологической экспертизы. Как ни странно, рьяных борцов за экологию на этих слушаниях замечено не было. Не пришли отметившиеся ранее эко-активисты. НДР на этот раз опрос в соцсетях и прямую трансляцию не проводили. На встрече с населением компания представила подробный отчет о масштабах негативного воздействия на окружающую среду. Вот правда, по словам представителей Танека, вред отсутствует, а выбросы будут минимальными. Все выбросы, которые потенциально возможны на этом производстве, они контролируемы. И мало того, технологии сделаны таким образом, чтобы обеспечить минимальное воздействие на окружающую среду. В результате 126 человек проголосовали за, 3 против и 1 воздержался. Жители воспользовались возможностью и задали представителям городской власти давно наболевшие вопросы о качестве медицины, об отсутствии дома культуры и в целом о будущем Нижнекамска. Представители муниципалитета обещали разобраться в этих вопросах. Анна Ивашенко, Влас Семагин, Марина Чернышкова, НМедиа. Вода – основа жизни. Без нее невозможно развитие ни города, ни производства. Но чтобы ее очистить и сделать пригодной для питья, необходимо приложить огромное количество усилий и денег. Несколько десятилетий, вплоть до 20 ноября 2007 года, у Нижнекамска не было собственной станции очистки воды. Она по трубам шла к нам из соседних набережных Чулнов. Путь длинный, трубопровод не новый, город растет, что уж говорить. Стал вопрос о необходимости строительства собственного стратегического объекта. Уже в 1999-м начались работы. 60% затрат, они были огромными, взял на себя Нижнекамск нефтихи. Была проделана колоссальная работа. Модернизация сов продолжается и по сей день. Наш корреспондент лично наблюдал за процессом очистки. Ему слово. За 8 лет на Нижнекамской земле, благодаря градообразующему предприятию, появился новый объект, состоящий из 26 основных и вспомогательных корпусов. На тот момент он не имел аналогов в России по уровню и качеству оснащения. В системе были реализованы все самые современные способы очистки воды, существовавшие в мире. Даже после запуска сов модернизация продолжалась. В этом году на станции появилась пятиступенчатая система очистки. Ультрафиолетовое обеззараживание, реагентная обработка коагулянтами и флакулянтам, кварцевые и угольные фильтры позволяют добиться отличного результата. Установки ультрафиолетового обеззараживания позволяют на 100% избавиться от вирусов, если таковые имеются в исходной воде. А угольные фильтры позволяют значительно улучшить органолептические показатели. То есть это запах, привкус воды. Также они препятствуют появлению в питьевой воде фенолов, нефтепродуктов, поверхностно-активных веществ и вообще любых органических и неорганических соединений, которые могут присутствовать в исходной воде. 35 километров подземных трубопроводов связывают между собой почти три десятка надземных корпусов станции, образующих единую систему. Более 80 единиц насосного оборудования заставляют циркулировать по артериям сов очищаемую воду, прогоняя ее через 12 комплектов тонкослойных хлопья образующих блоков. За бесперебойной работой системы следят начальники смен. Благодаря им вода со станции поступает в городской водопровод. Я ведь тоже пью эту воду из-под крана. Первые годы, когда станция начала работать, я заметила по графину кипяченой питьевой воды, которую мы наливаем дома для того, чтобы использовать, намного стало меньше осадков. Если раньше в неделю раз промывали графин, потому что там был осадок желтый, то сейчас нет. Ребята, вы сами можете обратить на это внимание дома. Процесс контролируют сотрудники лаборатории. Они ежедневно проводят анализы после каждой стадии. Более того, сов ежемесячно отчитывается о качестве воды в Роспотребнадзоре. Лаборатория станции очистки воды определяет 77 показателей питьевой воды по Санпину. И нужно сказать, что все данные показатели в норме. Станция очистки воды Нижнекамс-Нефтехима старается работать максимально открыто. Периодически здесь проводятся пресс-туры, во время которых журналисты города могут лично убедиться, что станцию вода покидает чистой. Кирилл Темников, Лилия Егорова, Иван Ребцов, Лейсан Саитова, НМЕДИА. Вы смотрите программу недели. Для тех, кто присоединился к нам только что, я напоминаю, что все свежие новости Нижнекамска и не только вы можете найти на сайте медианкнх.ру, а также в группе ВКонтакте. Я же передаю слово Евгении Смоленковой, она расскажет о последних новостях промышленного сектора. Здравствуйте! Прямо сейчас значимые новости производства. Оперативный план производства за октябрь 19-го года она выполнена на 102,5%. Планы выполнены, новые задачи определены. Руководители акционерного общества подвели итоги работы компании за 10 месяцев. С помощью нее прятники грузовых вагонов отсоединяются от вагонов, опускаются вниз и, соответственно, устанавливаются на свое посадочное место. Машины-помощники. В депо по ремонту грузовых вагонов акционерного общества приобрели новую установку. Почти 200 тысяч тонн товарной продукции было изготовлено заводами Нижнекамск-нефтехима за октябрь. Цифра показательная и говорит она о том, что производства акционерного общества востребованы, конкурентоспособны и стабильны. Итоги работы заводов за 10 месяцев и планы на ближайшую перспективу обсудили на совещании директорского корпуса компании. Подробности в сюжете нашего корреспондента. Производственный план выполнили, с поставленными задачами справились. Так можно сказать обо всех подразделениях компании. За октябрь нефтехимиками выпущено более 197 тысяч тонн товарной продукции. В сравнении с октябрем прошлого года, в октябре текущего года выпуск товарной продукции составил в действующих ценах 83,2%, сопоставимых 102,7%. За 10 месяцев текущего года, в сравнении с аналогичным первым прошлого года, выпуск продукции составил в действующих ценах 93,5%, сопоставимых ценах 97,3%. При этом план, утвержденный Советом директоров, за октябрь выполнен 81%, по итогам 10 месяцев 91%. Стоит отметить, что с начала года в компании переработано более 2 миллионов привозного углеводородного сырья. Положительная динамика наблюдается и в производстве ценных видов продукции. Выросли объемы производства и реализации этилена, бензола, пропилена, этиленгликоли, триммера, пропилена, фракция бутановая, пропан бутаново-автомобильного. Медленно, надеемся, на верном пути выпускается и увеличится объемы реализации МПГов и ТПГов. Олег Нестеров в своем выступлении особое внимание уделил теме остановочных капитальных ремонтов. На данный момент все работы завершены. Важность этих мероприятий и самая главная безопасность их проведения отметил и генеральный директор городообразующего предприятия Азад Бекмурзин. Также на совещании обсудили работу дочерних предприятий, а именно финансово-хозяйственную отчетность. Совокупный объем выручки дочерних общественных Нижнекамс нефтехим за 9 месяцев 2019 года составил 11 миллиардов 603 миллиона рублей. В составе предприятий производственного блока выручка получена в сумме 1 миллиарда рублей. Сегодня на балансе Нижнекамс нефтехима 16 дочерних компаний. Каждая из них оказывает необходимые услуги предприятию. Так, например, ремонтно-механический завод изготавливает и ремонтирует оборудование. Управление автомобильного транспорта осуществляет перевозки нефтехимиков и не только. Трудятся в дочерних подразделениях около 5000 человек. На совещании Азад Бекмурзин отметил, что задача у всех общая – повышать эффективность труда. А слаженная работа, безусловно, положительно скажется на всей системе городообразующего предприятия и качестве выпускаемой продукции. Ремонтно-строительные компании получили 60 миллионов рублей чистой прибыли, что на 39 миллионов рублей больше планового показателя. И на 3,6 миллионов рублей больше показателя за 9 месяцев 2018 года. Рентабельность по чистой прибыли составила 3,4% при плане 1,3%. Сервисные компании получили 173 миллионов рублей чистой прибыли, что на 114 миллионов рублей больше планового показателя. И на 126 миллионов рублей больше показателя за аналогичный период прошлого года. Под занавес совещания Азад Бекмурзин поздравил Василия Амелина с днем рождения. Генеральный директор вручил ему медаль от Министерства энергетики Российской Федерации. Теперь Василий Анатольевич будет гордо носить звание почетный нефтехимик. Нефтехимики продолжают повышать свою квалификацию. На днях на первой промышленной площадке градообразующего предприятия стартовало обучение специалистов завода изопрена Мономера. Инициатором практики выступил Максим Шуйский, руководитель подразделения. Всего курсы будут длиться 3 дня, чуть больше 140 часов. За это время работники компании будут изучать технологическую и выполнять практическую части. В завершении обучения заводчане смогут проверить полученные знания в тестовом режиме. Вести занятия с нефтехимиками будут профессоры из Казанского национального исследовательского технологического университета. Курс в первую очередь призван освежить имеющиеся знания, а также приобрести новые. Помочь им более глубоко разобраться в теоретических основах процессов, которые они сопровождают в своей деятельности. Ну и нам тоже интересно было пообщаться с коллективом, обменяться не только нашими теоретическими знаниями, но и теми практическими знаниями, которые они получили в ходе работы. Потому что не секрет, что промышленные предприятия сегодня во многом отошли от тех старых разработок. У них уже много новых разработок внедрено, совершенствование старых процессов. И публикации по этим материалам, в общем-то, не встретишь. Поскольку в этой сфере мы работаем, то нам интересно такое взаимное обогащение. Стоит отметить, что подобные мероприятия для Нижнекамск-нефтехима не редкость. Ежегодные заводчане проходят обучение по таким направлениям, как техника безопасности и охрана окружающей среды. А также повышают свою квалификацию. Вагоны и цистерны, как и любой транспорт, требуют планового осмотра и ремонта. Поэтому в Нижнекамск-нефтехиме функционирует свое депо, где ежемесячно обслуживают порядка 150 единиц подвижного состава. Обращаются туда не только нефтехимики, но и компании со всего Татарстана. Цех постоянно совершенствуется. Так, в этом году для подразделения приобрели новую установку. Как она работает и в чем ее преимущество, расскажет наш корреспондент Гузель Вазиева. Это депо ремонта грузовых вагонов управления железнодорожного транспорта Нижнекамск-нефтехима. В основном здесь принимают единицы подвижного состава, которые нуждаются в плановом ремонте. Что это значит? У каждого вагона существует гарантийный пробег. И когда его срок подходит к концу, производится ремонт. Производство единственное в Татарстане. На сегодняшний момент объем производства порядка 150 вагонов в месяц. С поставленной задачей коллектив успешно справляется. Вагон состоит из пяти частей – тележки, колесной пары, кузова, автоцепного и автотормозного оборудования. Каждую деталь вагона демонтируют, очищают и восстанавливают до заводских размеров. Справиться со всеми работами вручную невозможно, поэтому помогает техника. К слову, в цехе работает порядка 90 человек, а вспомогательного оборудования – более 300. Это одна из самых новых установок ДПО. Помогает она в демонтаже и монтаже пятников. Пятники грузовых вагонов являются связующим звеном между тележкой грузового вагона и рамой грузового вагона. В процессе эксплуатации грузовых вагонов данный узел в среднем раз в пять лет выходит из строя. В процессе ремонта требуется замена этого узла, именно пятника. С помощью нее пятники грузовых вагонов подсоединяются от вагонов, опускаются вниз и, соответственно, устанавливаются на свое посадочное место. Таких установок в ДПО две. Без них выполнить демонтаж пятников не получится. Ведь вес детали слишком большой – порядка 120 килограмм. Подкатываем аппарат, поднимаем, закручиваем на болт и врываем пятник. На этом работа сотрудников ДПО не заканчивается. Перед ними стоят множество других задач. Замеряем пятники, проверяем пояса, проверяем поручни лестницы на трещины, на излом. Сотрудники цеха приводят в порядок вагоны и с эстетической точки зрения, другими словами, производят окраску. С ДПО все единицы подвижного состава выходят как новенькие. Все они должны соответствовать необходимым требованиям. Уже после всех выполненных работ они проходят проверку. На этом у меня все. Я передаю слово своей коллеге Айселу Хафизовой. Веселые и находчивые нефтехимики отличились в Уфе. Очередной республиканский фестиваль трудовой КВН среди рабочей молодежи состоялся 3 ноября. В нем приняли участие 14 команд из Башкортостана, Татарстана, Мурманской и Челябинской областей. В артистизме и юморе соревновались молодые работники промышленных предприятий, госучреждений и других организаций. Татарстан представляли сотрудники Нижнекамскнефтехима, команда «Проспект химиков». Шутили на темы близкие работающие молодежи, охрана труда, взаимоотношения работника и руководителя о коллективе. Оценивало выступление команд компетентное жюри, в том числе и депутат Государственной думы Михаил Бугера. Участники фестиваля КВН постарались передать свой неповторимый стиль. Зрители жюри оценили оригинальные шутки участников. В результате Нижнекамская команда стала победителем в номинации «Открытие года». С чего начинается Нижнекамск? Конечно же, с людей, которые вложили огромные силы в строительство города. Вместе с возведением крупнейшего химкомбината «Росы Нижнекамск» прибывали люди и процветала жизнь. В этом большая заслуга Николая Лимаева, легендарного генерального директора Нижнекамскнефтехима и первого строителя города. На днях в городском музее состоялось праздничное мероприятие, посвященное Николаю Васильевичу. На вечере встреч побывала и наша съемочная группа. Бывшие коллеги, будущее поколение и старые знакомые. В городском музее на вечер встреч собрались все, чтобы еще раз сказать спасибо легендарному директору Нижнекамскнефтехима Николаю Лимаеву. Цель мероприятия – увековечить память и не только. Воспитать у детей любовь, уважение первоходцам, первостроителям и, конечно, развивать патриотические знания о своем родном городе. Забыть имя Николая Васильевича Лимаева невозможно. И сегодня, я думаю, вот этот праздник, который мы мероприятие проводим, оно необходимо будет помнить его имя не только соратники, но и будущее поколение. Праздничная программа включала в себя песни, танцы и рассказы из уст соотечественников Николая Васильевича. Мы полюбили Николая Лимаева Нижнекамского за то, что он искренне любил народ, заботился о нас в Нижнекамсах. И вот сегодняшний всплеск любви к Лимаеву – это особый феномен. С каждым днем его слава растет, народ его помнит, гордится с таким человеком, и нам достойнее иметь такого собственного героя. К сожалению, Николай Васильевич Лимаев не смог застать времена, когда Нижнекамск преобразился и стал третьим по численности в Татарстане. Но одно известно точно – память об отце-основателе города навсегда сохранится в сердцах подрастающих нефтехимиков. Я Лимаева знаю по рассказам бабушки, потому что она у него работала. И сегодняшнее мероприятие мне довольно-таки понравилось. Я благодарна ему, что этот город вообще начал существовать. И как он построил все, это же было сделано благодаря ему. Я за это очень благодарна. Кроме искренне богатых историй, ветераны производства подарили музею книги и ценные подарки. А школьники поблагодарили их в ответ за удивительные и самые сокровенные воспоминания тех лет. Стоит отметить, что в музее в честь дня рождения Николая Лимаева организована выставка. Любой желающий может прийти и познакомиться с его достижениями, с жизнью и трудовой деятельностью. Экспозиция продлится до декабря. Иван Рыбцов, Айселуха Физова, Роман Мальцев, НМедия. На этой неделе хоккейный клуб «Нефтехимик» завершил очередную домашнюю серию игр. 2 ноября в гости к «Волкам» приехал казанский «Акбарс». Татарстанское дерби завершилось со счетом 4-2 в пользу «Волков». А в этот понедельник «Стая» принимала у себя одного из сильнейших клубов – обладателя Кубка Гагарина «Московский ЦСК». Как прошло это противостояние, смотрите вдали. В этот вечер на арене «Яблоку» было негде упасть. Болельщики заполнили трибуны еще до начала матча. Это и неудивительно, ведь встречу ЦСК и «Нефтехимик» нижнекамцы ждали с нетерпением. В первом периоде удача была на стороне хозяев, воспользовавшись большинством на 11-й минуте. Зиад Пайгин открывает счет. Под конец первой 20-ти минутки «Стая» пошла на таран. Залетев в чужую зону, один против всех. Йонас Энлун обыгрывает гостей и пробивает ворота. 2-0. На второй период армейцы вышли в большинстве и настроенными на успех. Пропущенные шайбы разозлили гостей и агрессивная игра дала свой результат. Линден Вэй приносит команде одну шайбу, тем самым сокращая разрыв в счете. Несмотря на потерю концентрации во втором периоде, на решающие волки вышли во всеоружии. Задача была ясна – забить как можно больше шайб. До конца 6 минут в зоне гостей началась настоящая битва. Марат Хайрулин как раз оказался в нужном месте и в нужное время. С его легкой руки счет становится 3-1. Армейцы начали падать духом за минуту до конца. Главный тренер ЦСКА снимает вратаря в надежде на результат. Однако и тут стая показала, на что способна. Вырвав у соперников шайбу, Ильдар Шексаддаров отправляет ее прямо в пустые ворота ЦСКА. Передача на Кулова, но он не увидел удаления. Игра высокопоиметой клюшкой. Пустые ворота. Гоу! 4-1. Девятый подряд победы и очередной клубный рекорд. По результатам домашней серии «Нефтехимик» поднимается на пятую строчку. В турнирной таблице. Ребята молодцы. Отдались полностью игре. Согласен с коллегой, что соперник во втором периоде добавил. Немного отошли мы от того плана игры, который был у нас. Поэтому и второй период остался за соперником. Но в третьем снова смогли вернуться, зацепиться за ту игру, которую показывали в первом периоде. И это принесло результат конечный. 7 ноября в хоккейном мире стартовал Евротор. Поэтому в КХЛ сейчас небольшая пауза. Стоит отметить, что в составе сборной России за кубок Корьяла будут биться и волки «Нефтехимика». Намер Шеребзянов и Павел Порядин. Уже 12 ноября «Нефтехимик» отправится в Минск на очередную выездную серию. Там волки скрестят клюшки с местной командой «Динамо». Начало – 19.00. Айслуха Физова, НМедиа. На этом у меня все. Наши материалы и просто горячие новости вы можете найти на сайте www.medianknh.ru и в группе ВКонтакте. Если же вы нуждаетесь в помощи для решения проблемных ситуаций или у вас есть интересная информация, которую бы вы хотели поделиться, звоните в нашу службу новостей по номеру 377-00. Программа «Велась слуха Физова». До встречи в эфире. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok